Мактуб и его друзья Завтра я приду к тебе после восхода солнца Попрошу у мамы, чтобы она отвезла меня к вам домой Я буду тебя ждать Ясмин, мне надоело играть Игрушки на самом деле прекрасные, но мы уже несколько часов в них играем У тебя есть что-нибудь еще интересное, что мы могли бы сделать? Что ты скажешь о том, чтобы пойти к Мактубу, и он прочитает нам историю? Хорошая идея, но Мактуб раздражается, когда мы приходим Потому что мы всегда нервируем его и балуемся в его библиотеке Хорошо, тогда последуем его инструкциям и не будем баловаться Как нам говорил Мактуб, и отец тоже говорил, что библиотека — это место для чтения и ознакомления, а не для баловства и игр Хорошо, пошли к Мактубу Вы поссорились? Нет, мы не ссорились Произошло что-то плохое, да? Нет, ничего такого Почему ты спрашиваешь? Потому что когда бы вы ко мне не приходили, вы каждый раз советуетесь со мной по какой-то проблеме, которая произошла с одной из вас Или же просите меня рассудить между вами Нет, мы пришли к тебе, чтобы ты рассказал нам историю Подождите здесь Я скоро приду Посмотри, Сара, какая новость в газете Странное племя, живущее в отдаленном месте, сжигает тела умерших и рассеивает прах над морем Как же они предстанут перед Аллахом для расчета, когда они уже превратились в рассеянный над морем прах? Несомненно, Аллах воскресит их так же, как воскресит мертвых из могил Я так не думаю Как ты не думаешь, Ясмин? Сара, они бросают прах мертвецов в моря, и волны его подхватывают Как же они потом будут воскрешены? Аллах способен на всякую вещь, и прошу тебя, не говори о том, чего не понимаешь Это я говорю о том, что не понимаю? Это просто моя догадка, и не надо так злиться передо мной Снова ссоритесь? Послушай, Мактуб, я прочитала эту новость и предположила, что Аллах не воскресит тех людей, потому что они превратились в прах, и волны разнесли их прах по разным местам Он воскресит их, Ясмин, даже если их прах будет рассеян по самым разным местам Мактуб, я просто предположила, что так может быть, но она начала злиться на меня Потому что ты начала со мной спорить, несмотря на то, что твоя догадка неправильная Нет, я с тобой не спорила Пожалуйста, успокойтесь, как насчет того, чтобы я рассказал вам историю, похожую на новость, которую вы прочитали? Что скажете? Хорошая идея Расскажи нам, Мактуб Хорошо Он не подвергал никого из миров Когда он умер, они сделали с ним то, о чем он завещал И Аллах повелел суши, и она собрала то, что было на ней, и повелел морю, и оно собрало то, что было в нем Затем Аллах спросил его, зачем ты это сделал? Этот человек сказал, о мой Господь, я сделал это из-за страха перед тобой, хотя ты знаешь об этом лучше И Аллах простил его На этом хадис заканчивается Сейчас расскажите мне, какую пользу вы взяли от этой истории? Я узнала, что Аллах способен оживлять мертвых, даже если кто-то из них задумает сделать так, как тот человек, который завещал своей семье сжечь его тело и развеять прах Отлично, Ясмин Сара, ты хочешь что-нибудь добавить? Да, конечно Хорошо, скажи нам В этой истории я также увидела, насколько Аллах милостив к своим рабам Стоило человеку признать, что он сделал так из-за своего страха перед Аллахом, и Аллах простил его и не подверг мучениям Отлично, Сара, а теперь могу я вас кое о чем попросить? Конечно Вы можете сейчас помириться? Но мы и не ссорились, Мактуб Да, это была просто напряженная дискуссия, не более того Нет, Сара, это была просто новость в газете, которую мы обсуждали Правильно, Ясмин Хорошо, вы хотите от меня чего-то еще? Да, хотим, чтобы ты прочитал нам Еще одну историю? Нет, Мактуб, прочитай нам газету Мактуб и его друзья Ты уже выбрала платье? Я возьму одно из твоих платьев Как это? Я выше тебя, Сара Ничего из моей одежды тебе не подойдет Зейна, моя проблема не в платье Проблема кроется в выборе украшений Украшений? Да, что я такого странного сказала? Сара, ты еще маленькая, о каких украшениях ты говоришь? Сестра, я, конечно, не говорю сейчас о макияже Я соблюдаю свою религию И я еще маленькая, как ты сказала Я имею в виду драгоценности и золото И еще, мне нужно что-то, чтобы выглядеть высокой, как другие девушки Драгоценности и золото и что-то, что сделает тебя высокой? Откуда ты все это возьмешь, Сара? Такие мероприятия бывают довольно редко Поэтому можно позволить себе небольшую роскошь и срав Хорошо, но скажи мне, как ты сможешь выглядеть высокой, подобно остальным девушкам? И как ты купишь драгоценности и золото? На твои карманные деньги? На карманные деньги? Зейна, ты издеваешься? Конечно же, я одолжу драгоценности у матери А что касается высоты, то у меня есть одна шикарная идея Мама на это согласится? Конечно Почему нет? Не настаивай больше, Сара В твоей просьбе отказано У меня нет таких золотых драгоценностей, какие ты себе представляешь Как же так, мама? Ты уже долгое время замужем И, конечно же, ты присутствовала на многих таких мероприятиях Как же ты приходила на них без золота и драгоценностей? А какое отношение эти мероприятия имеют к золоту и драгоценностям? Это наш социальный имидж, мама Это неправильно Наш социальный имидж должен быть хорошим из-за нашего нрава при общении с людьми И не зависеть от стоимости того, что мы на себя надеваем Наш социальный имидж оценивается по нашему нраву? Мам, когда свадьба заканчивается, женщины и девочки больше всего говорят о том, какая девушка была самой элегантной, у кого было больше драгоценностей и украшений Я сама это слышала Хорошо Если все действительно так, как ты говоришь, то они неправы Недопустимо, чтобы они говорили о таких вещах А почему не может быть так, что мы ошибаемся, а они поступают правильно? Ты слишком много споришь Мы так опоздаем на свадьбу Давай, надень свое платье А когда мы вернемся, продолжим наш разговор Хорошо, я хочу окончательный ответ Ты дашь мне драгоценности и золото, чтобы я украсилась ими, или нет? Давай, Сара, иди в свою комнату и надень платье Хорошо, я найду выход Прости меня, друг Я не нашел ничего, чтобы тебе подошло Кроме этого Ничего страшного, Умар В любом случае, я рад, что ты пригласил меня на свадьбу твоей родственницы Это первый раз, когда я иду на чью-то свадьбу Если ты еще раз засмеешься, я сниму этот бантик и уйду в свою библиотеку Хорошо, прости меня Я постараюсь держиваться и не смеяться Молодец Тетя и девочки задерживаются? Нет Вот мама и Зейна А где непослушная Сара? Она сейчас придет, дайте ей несколько минут Мы не хотим опоздать Что это? Это Сара? Она так выросла за последние часы? Как думаете, что же она съела, чтобы стать такой высокой? Смотрите, она стала выше Зейны Я готова, поехали Что ты нацепила на ноги, Сара? Не беспокойся, мама Это деревянные ходули Чтобы я выглядела высокой, как все Ты уверен, что мы идем на свадьбу? Может, мы идем смотреть, как Сара будет выступать в цирке? Ты нацепила их, чтобы выглядеть высокой? Это безумие А вот это что еще такое? Это бижутерия Я отполировала ее так, чтобы она выглядела, как настоящие драгоценности Чего ты смеешься, Мактуб? Простите меня Эта ситуация напоминает мне об одной древней истории Хорошо Хорошо, Мактуб Видимо, ты хочешь ее нам рассказать У нас есть немного времени, пока Сара исправляет то, что натворила Давайте зайдем внутрь От Абуз Аида Аль-Худри Да будет доволен им Аллах Передается, что пророк Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Как-то раз с двумя женщинами высокого роста Шла низкорослая женщина Из числа Бану-Исраиль Она сделала себе пару высоких деревянных башмаков Или две ходули Надела золотое кольцо, полое, изнутри, с крышкой И наполнила его мускусом И это лучшее из благовоний И когда она прошла между этими женщинами Люди не узнали ее И она сделала рукой вот так То есть она махнула рукой так Чтобы люди почувствовали запах благовоний Через эту историю пророк Салаллаху алейхи вассалям Показывает нам одну из сторон Социального разложения И обольщения прекрасами этой дуньи Которое привело Израильское общество к погибели И стало причиной того, что враги Заполучили над ними власть Предвестники социального разложения Явно проявились в той общине Через чрезмерное внимание К внешности Траты на одежду Драгоценности И другие виды украшений На торжественные обряды У них были максимальными Это лихорадочное состязание В подобных вещах Не ограничивалось Лишь богатым слоем общества Нет Его огонь обжег И бедняков И неимущих В их стремлении Не отставать От норм существующей реальности Прости меня, отец Я поняла свою ошибку И больше ее не повторю Больше всего меня расстраивает Что я так изысканно разоделся И в итоге мы не попали на свадьбу Мы успеем на свадьбу Не переживай, Мактуб Ну же, идем Мактуб и его друзья Почему ты такой грустный? Вчера вечером скончался дядя Салях Он плохо себя чувствовал По указанию врачей Я оставался дома в течение недели И вот вчера к нему пришла смерть Да помилует его Аллах А кто он, дядя Салях? Напомни мне Умар — это наш сосед Я его раньше не видел Он молился здесь, с нами? К сожалению, он допускал много упущений В вопросе коллективной молитвы В мечети И в некоторых других видах поклонения Но у него было одно благое дело Которым он отличался Он давал людям прекрасный заем Если они не возвращали долги вовремя Он давал им отсрочку А иногда прощал некоторые долги Если видел, что у человека тяжелое положение Но, друг мой, чем ему поможет то, что он делал Если у него были все эти упущения в поклонении? Возможно, Аллах простит его за это деяние Умар Даже не знаю, простит ли его Аллах или нет Его дело сейчас полностью в руках Аллаха Неужели то, что кто-то дает людям в долг И проявляет терпение Когда они не возвращают долг вовремя Настолько великое дело, что из-за него Аллах может простить человека? Если бы он умер шахидом Я был бы уверен, что его благой конец Может стать заступником за него Но у него другой случай И при жизни он допускал все эти упущения Давать людям в долг Это не такое уж и великое дело Даже если он давал им отсрочку По факту он просто одалживал им денег И забирал через какое-то время Да, он прощал долги некоторым несостоятельным должникам Но сам от этого сильно не страдал Твоя точка зрения в некоторой степени убедительна Но как ты знаешь, милость Аллаха объяла всякую вещь Да, это так Но мы также должны рассматривать и принимать во внимание различные причины Может быть ты и прав И Аллах простит его и введет в рай Или, возможно, я прав И Аллах накажет его за упущение в поклонении Все его дело Решение по нему У Аллаха И никто из людей не может быть уверен в том, что с ним будет Хорошо А что ты скажешь о том, чтобы пойти к Мактубу и узнать его точку зрения? Возможно, на своих страницах он найдет какую-нибудь историю человека Который был похож на дядю Саллаха Хорошая идея Мактуб всегда приводит аргументы из истории о пророках Но сейчас еще очень рано Даже солнце еще не взошло Через несколько минут будет восход И пока мы до него дойдем Он уже откроет библиотеку и будет принимать своих гостей Любителей чтения Давай, пошли Да помилует его Аллах и простит его грехи Он напоминает мне историю человека, который давал отсрочку должникам Находившимся в тяжелом положении Вы слышали ее раньше? Нет Расскажи ее нам, Мактуб Хорошо Расскажу От Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах Передается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Один человек, который никогда не делал ничего хорошего Сужал деньги людям И говорил человеку, которого отправлял за своими деньгами Бери у того, кто может вернуть Оставь того, кто в затруднительном положении И прощай Быть может, и Аллах простит нам Когда он умер, Всевышний Аллах спросил его Делал ли ты что-либо хорошее? Он ответил Нет, за исключением того, что я давал людям деньги в долг И когда я отправлял к ним слугу, который должен был забрать долг Я говорил ему Бери у тех, кто может отдать Оставь тех, у кого затруднительное положение И прощай Быть может, и Аллах нас простит И Аллах, Свят Он и Велик, сказал Я простил тебя А теперь скажите мне Какую пользу вы получили из этой истории? Во-первых, тот человек был верующим Если бы он не был таким Аллах бы с ним не говорил Таким образом Аллах его простил Также эта история доказывает нам Что даже если у человека было совсем немного благих дел Но они были сделаны искренне Ради лика Всевышнего Аллаха Аллах стирает посредством их многие плохие дела И сколько есть благих, искренних ради Аллаха дел Которые стирают человеку горы его грехов и упущений А ты, Зияд? В этой истории я заметил одну возвышенную ценность Как красиво нужно требовать свой долг назад Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал Да помилует Аллах человека Который проявляет великодушие Когда продает, покупает, уплачивает долг И требует возврата того, что ему должны Если он выплачивает долг Он делает это прекрасным способом Не затягивая, с легкостью Если же он требует возврата долга Он относится к должнику с добротой Без суровости и грубой силы Также пророк, алейхи саляту асалям Сказал о достоинстве щедрости При требовании возврата долга Кто даст осрочку несостоятельному должнику Или простит ему часть долга Того укроет Аллах в судный день В тени своего трона Когда не будет иной тени, кроме его тени Молодцы! С каждым днём, друзья Я всё больше горжусь вами И вашей высокой нравственностью А сейчас могу я вас кое о чём попросить? Пожалуйста, Мактуб Проси, друг Я хочу, чтобы вы дали мне в долг Чтобы я обновил свою библиотеку Можете одолжить мне денег Обещаю вернуть в ближайшее время Также мы можем написать договор об этом Я дам тебе то, что ты хочешь, Мактуб Все мои карманные расходы твои, Мактуб Твоих карманных расходов, Умар Хватит только на то, чтобы обновить дверь библиотеки И если после этого от них что-то останется Я обновлю свою обложку Мактуб и его друзья Ты видела, что произошло вчера? Жестокая ссора между дядей Хасаном и его женой Дело дошло до развода Я так расстроилась из-за них Они были такими милыми соседями Определенно, в их отношения зашёл шайтан и его войско Чтобы разлучить их, прибегаем к Аллаху за помощью от шайтана и его приспешников Шайтана и его приспешников? Да, у Иблиса есть армия, отряды шайтанов, которые распространяют нечестие по земле и разлучают людей друг с другом Ясмин Иблис – это всего один шайтан Нет других шайтанов И этот шайтан делает наущение всем людям Конечно же нет! У Иблиса есть отряды и армия Он поместил свой трон на воду Затем он отправляет по земле свои отряды И самое близкое положение к нему занимает тот шайтан, который ввергнет людей в наибольшую фитну Ой, ты себе уже вообразила, что Иблис поставил свой трон на воду? Ничего я не воображала! Это абсолютно правдивая информация, которую мне передала мама Почитай или поищи сведения на эту тему Ясмин, я старше тебя на год и знаю больше тебя Мне даже не нужно ничего искать Почему, Сара? Каждый раз, как я рассказываю тебе что-то, что противоречит твоим мыслям Ты говоришь мне эту фразу Что это за главное достижение в твоей жизни, что ты пришла в этот мир на год раньше меня? Вот сейчас ты кричишь мне в лицо, Ясмин И не учитываешь разницу в возрасте между нами Ты меня с ума сводишь! Мы что, снова поссоримся? Нет, мы не будем ссориться Может, пойдем к Мактубу, и он рассудит нас по этому вопросу? Я согласна пойти Но если я окажусь права, обещай мне, что больше не повторишь эту фразу Какую фразу ты имеешь в виду? Фразу «Я старше тебя на год и знаю больше тебя» Договорились? Я постараюсь Давай пойдем сейчас к Мактубу, пока я не разозлилась еще раз Хватит! Вы мне уже надоели Вы приносите мне только проблемы Послушайте меня как следует Если вы не объясните мне, что произошло Я выгоню вас из моей библиотеки И больше никогда не разрешу сюда заходить Вы причиняете беспокойство моим гостям, читателям Извини меня, Мактуб Я тоже извиняюсь Давайте, расскажите, что между вами произошло? Она говорит, что... Спокойно, тихо Хорошо Все началось с того, что я сказала Ясмин, что у наших соседей произошла серьезная ссора, которая закончилась разводом И она сказала мне, что, возможно, между ними стал Шайтан и его войско Я же сказала, что Шайтан один, и у него нет войска или отрядов И еще хуже, чем это Ее слова, что Иблис якобы поместил свой трон на воду Ты такое слышал когда-нибудь? В общем, из-за этого мы поссорились и пришли к тебе, чтобы ты подтвердил мои слова и разъяснил ей ее ошибку А зачем мне подтверждать твои слова? Потому что они правильные Конечно же нет Ясмин права У Иблиса есть войско, которые распространяют нечестие на земле и разлучают людей друг с другом И лучший среди них для Иблиса тот, кто разлучает мужа и жену Теперь ты мне поверила? Мактуб, у тебя есть какое-нибудь доказательство? Да, я поведаю вам благородный хадис пророка Поистине Иблис водружает свой трон на воду, а потом посылает своих воинов И самое близкое положение к нему займет тот из них, кто ввергнет людей в наибольшее искушение Один из них приходит к нему и говорит Я сделал то-то и то-то На что Иблис отвечает Ты ничего не сделал Потом к нему приходит еще один из них и говорит Я не покидал такого-то человека, пока не разлучил его с женой И тогда Иблис приближает его к себе и говорит Ты поступил прекрасно Прости меня, Ясмин Ты была права Я принимаю твои извинения А сейчас скажите мне, какую пользу вы получили от этого хадиса? Мы узнали, как шайтан и его воины стремятся распространить нечестие на земле Возможно, их главная цель – это разрушение семьи и ее распад Из-за того, что самое близкое место к Иблису занимает тот, кто разлучает мужа и жену Молодец, Сара! У вас есть какая-нибудь другая ссора, которую вы хотите, чтобы я разрешил? Нет, но у меня есть другое предложение Что ты скажешь на то, чтобы пойти с нами, поговорить с нашим соседом, дядей Хасаном и помирить его с женой? Сара, я просто книга, я не социальный реформатор Давай, Мактуб, попробуй исправить то, что сделал шайтан и его войско Хорошо, я схожу к нему завтра, хоть я и убежден, что я всего лишь книга Мактуб и его друзья Подожди, Ясмин, давай немного подумаем Мы сейчас дошли до финального уровня игры Если мы дадим неправильный ответ, мы потеряем все очки, которые получили за правильные ответы и проиграем Но я уверена в ответе, Сара Иса – это единственный человек, который разговаривал в младенчестве Я так не думаю Я слышала, как Мактуб однажды рассказывал нам историю о двух других младенцах, помимо Иса, мир ему, которые разговаривали Ты уверена? Не совсем Хорошо Что же делать? Как тебе такая идея? Мы позвоним Мактубу, он придет к нам и поможет ответить на вопрос этого уровня Прекрасная идея, но как ты убедишь Мактуба прийти сюда? Он не любит, даже когда мы просто приходим в библиотеку, потому что всегда неумышленно причиняем ему беспокойство Думаешь, сейчас он пойдет на такие жертвы ради нас? Он очень любит призы и подарки Я скажу ему, что мы разделим с ним приз, и он сразу же придет А мы действительно поделимся с ним призом? Конечно, он разделит с нами приз Я согласна Хорошо, я ему звоню Гудки идут Что ты от меня хочешь, Сара? У вас с Ясмин снова проблемы? Нет, Мактуб, мы играем в одну игру, и у нас остался всего один вопрос Если мы ответим на него правильно, то выиграем В общем, мы хотим, чтобы ты нам помог Хорошо Приходите ко мне в библиотеку Мы не можем, приходи лучше ты к нам Зачем мне приходить к вам и помогать после того, как вы постоянно делали мне проблемы? Мы разделим с тобой приз, Мактуб И в этот раз не будем делать тебе проблемы, обещаю Хорошо, я приду к вам Раз уж мы разделим между собой приз Я так люблю подарки и призы Мы ждем тебя, Мактуб, приходи быстрее Конечно же, ответ нет Ты хочешь сказать, что был какой-то другой младенец, помимо Исы, который говорил в колыбели? Конечно, их было два, а не один младенец Подожди, Сара Почему? Наверное, Мактуб хочет отомстить нам и подсказать неправильный ответ, чтобы мы проиграли Девочка, зачем же мне вам мстить? Потому что, как ты говоришь, мы всегда доставляем тебе проблемы Я выше этого И мой ответ правильный Если ты нас не обманываешь и твой ответ правильный, то приведи нам доказательства и расскажи нам историю одного из других младенцев, которые разговаривали в колыбели Хорошо Повернулся к этому всаднику, посмотрел на него и сказал О Аллах, не делай меня подобным ему После чего снова принялся сосать грудь Абу Гурей рассказал У меня до сих пор стоит перед глазами посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует, рассказывавший о том, как этот младенец сосал грудь И положивший в рот свой указательный палец, который он стал сосать Он сказал, спустя некоторое время люди провели мимо них какую-то рабыню, которую они избивали, крича, что она совершила кражу Она же говорила Достаточно мне Аллаха и прекрасный он покровитель Увидев это, его мать сказала О Аллах, не делай моего сына таким, как эта рабыня Тогда ребенок снова бросил грудь, посмотрел на нее и сказал О Аллах, сделай меня подобным ей И тогда они стали разговаривать друг с другом И женщина сказала Почему, когда мимо проехал человек столь прекрасного вида И я сказала О Аллах, сделай моего сына таким же, как он Ты сказал О Аллах, не делай меня подобным ему А когда провели эту невольницу, которую люди избивали, крича, что она совершила кражу И я сказала О Аллах, не делай моего сына таким, как она Ты сказал О Аллах, сделай меня подобным ей На это ребенок ответил Поистине, этот человек является притеснителем И поэтому я сказал О Аллах, не делай меня подобным ему Что же касается этой рабыни, то о ней говорят, что она совершила кражу А она этого не делала Поэтому я сказал О Аллах, сделай меня подобным ей А сейчас Расскажите мне Что вы для себя извлекли из этой истории? Я извлекла для себя то, что нельзя обманываться внешним видом Та женщина решила, что всадник был благородным человеком А на самом деле он оказался несправедливым притеснителем А женщина, которую она посчитала грешницей, была обвинена несправедливо А я убедилась, что Иса не единственный человек, который разговаривал в младенчестве Молодцы! А теперь давайте нажимайте на правильный ответ, чтобы все мы получили приз Хорошо, правильный ответ Какой ты молодец, Мактуб! А теперь посмотрим, каким будет приз Поздравляем! Вы выиграли бесплатные платья Что? А я что буду делать с платьями? Извини, Мактуб Я не знала, что приз будет исключительно для девочек Это моя ошибка Я должен был предполагать, что у меня возникнет какая-то проблема Просто из-за того, что я подойду к вам близко Теперь я ненавижу конкурсы и призы С этого момента я против призов И вы тому причина Мактуб и его друзья Это Салим, наш сосед? Да Причисто, Аллах Мой брат всегда призывал его молиться в мечети, но он ленился Также он слушал музыку, и ему было все равно, что с ним происходит Когда это было, Ясер? Помнится, это было примерно год назад Друг, все поменялось Сейчас Салим стал другим человеком Теперь он лучше, чем год назад И каким же он сейчас стал? Теперь Салим один из детей, которые больше других ходят на молитву в мечети И главный сюрприз в том, что он завершил заучивание благородного Корана наизусть И теперь обучает Корану наших с тобой ровесников Также он вносит свой вклад в различные благотворительные дела и акции Внутри нашей страны и за ее пределами О, Аллах! Хвала Аллаху, который привел его к этому Он бы не последовал прямым путем, если бы Аллах не наставил его Определенно Он сильнее всех радуется своему нынешнему положению Конечно! Каждый, кто приносит искреннее покаяние, радуется, когда Аллах одаряет его милостью покаяния и повиновения И дает ему стойкость покаяний Аллах также радуется покаянию своего раба Ты имеешь в виду, что раб Аллаха радуется тому, что Аллах принял его покаяние? Нет, я сказал то, что ты слышал, Ясир Аллах радуется покаянию своего раба Нет, нет, ты хочешь сказать, что кающийся радуется тому, что Аллах простил его, а не наоборот Не зли меня, мы в мечети Сначала подумай, а потом говори Неужели Аллах будет радоваться покаянию раба, при том, что его покаяние никак не увеличивает и не уменьшает власть Аллаха? Это радость из-за любви Аллаха к его рабам Пойми, что я тебе говорю, прежде чем припираться Нет, это ты подумай, прежде чем что-то говорить И припираться с тем, кто не согласен с твоими словами Это не мои слова, это слова из сунны пророка Хорошо, приведи мне доказательства Послушай, Ясир, давай пойдем к Мактубу, чтобы он разрешил наш спор И привел доказательства со своих страниц Так мы узнаем, действительно ли Аллах радуется покаянию его рабов или нет Согласен, может пойдем к нему прямо сейчас? Пошли Только сам раб радуется тому, что Аллах принял его покаяние Аллах тоже радуется покаянию своего раба Не пытайся убедить меня в чем-то ложном Ты говоришь неправильные вещи Я все говорю правильно, это ты не прав И как ты узнал, что я не прав? У тебя есть доказательства? Сначала ты приведи доказательства своих слов, прежде чем заявлять, что я ошибаюсь Хорошо, давай, Мактуб, приведи ему доказательства Огласите вопрос, пожалуйста Что конкретно вас сюда привело? Мы пришли к тебе, чтобы ты нас рассудил Он говорит, что Аллах радуется покаянию своего раба А я говорю, что только сам раб радуется покаянию Вы пришли ко мне, чтобы я вас рассудил Почему же вы тогда припираетесь в моей библиотеке? Мактуб, разговаривай потише, мы же в библиотеке Немного потише, Мактуб После всего, что вы сделали, вы просите меня, чтобы я вел себя потише? Ладно, я постараюсь держать свои нервы и разрешить ваш конфликт Ясер, действительно, Аллах радуется покаянию своих рабов Причем он радуется этому больше, чем сами рабы Мактуб, можешь привести доказательства, пожалуйста Меня не убеждают простые слова бездалиля Хорошо, я дам тебе доказательства Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Аллах радуется покаянию своего раба, который обращается к нему с покаянием Больше, чем тот из вас, кто ехал по пустыне на своей верблюдице Вырвавшийся и убежавший от него со всеми его съестными припасами и водой Отчаялся он найти ее Пришел к какому-то дереву и улегся в тени Уже не надеясь увидеть свою верблюдицу И когда он находился в подобном положении Вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним И тогда он взял ее за повод и сказал О Аллах, ты раб мой, а я твой Господь Допустив ошибку из-за охватившего его сильного ликования Ибн-Уль-Кайям сказал Это радость доброты, милосердия и милости А не радость того, кто нуждается в покаянии раба Или получает пользу от этого покаяния Также его расположение к рабу исходит из милости к нему и доброты За счет этого Аллах не желает получить больше сторонников Обрести подкрепление или поддержку от унижения Получить помощь и победу от проигрыша И он не прибегает к его помощи в каком-либо деле Скажи, хвала Аллаху, который не взял себе сына Который ни с кем не делит власть Которому не нужен защитник от унижения И возвеличивай его величаво Так Аллах опроверг то, что ему нужен защитник от унижения О Аллах! Аллах обрадовался его покаянию, несмотря на то, что человек оговорился от сильной радости Сейчас ты мне поверил! Прими мои извинения, Юсуф, за то, что я припирался с тобой без знаний Не извиняйся, Ясер Что вы делаете? Вы должны передо мной сейчас извиняться Из-за того, что кричали, когда пришли сюда Извини нас, Мактуб! Извинения приняты! Мактуб и его друзья Что с тобой, Умар? Сегодня я видел нечто, что расстроило меня отец Что же ты видел, сынок? Все началось с того, что столкнулись две машины Со второй машины вышел водитель и обрушил поток нелицеприятных слов В сторону того, кто в него врезался Когда же тот попытался его успокоить, чтобы он прекратил ругаться Он начал хвастаться перед всеми, что он такой-то, сын такого-то Затем он начал побрекать того человека и спрашивать А ты кто такой? С какой ты семьи? Тот ответил Я человек простой, но я мусульманин и сын мусульманина Прибегаем к Аллаху с защиты от высокомерия И мир тому человеку, который сказал, что он мусульманин и сын мусульманина Действительно ли это так, отец, что родословные происхождения придают человеку уважение и ценность в обществе? Прекрасный вопрос, сынок Родословные происхождения, конечно же, важны и обязательны И люди, естественно, гордятся этим Но вот какой родословной можно гордиться Это когда человек относится к верующим людям К единобожникам, которых полюбил Аллах И они полюбили Аллаха А не хвастаться своим богатством или должностью Например, мы гордимся тем, что наши деды были верующими единобожниками И воспитали нас на любви к Аллаху Воспитали нас на исламе На соблюдение религиозных обязанностей И на поклонение Это прекрасно Также мы, например, гордимся нашим благородным посланником И гордимся его сподвижниками Абубакром, Умаром, Усманом и Али А что насчет того, кто гордится своим социальным положением, богатством и влиятельностью своих отцов и дедов К сожалению, этот человек в заблуждении Он гордится чем-то, что относится к приходящим мирским благам, которые не приносят пользы или вреда В конечном итоге мы получим расчет за наши дела, а не за наше знатное происхождение Субханаллах Жены пророков Нуха и Люта, несмотря на то, что являлись женами пророков, окажутся из числа женщин ада, потому что они ослушались приказа их Господа и примкнули к неверующим Так же Умар И наоборот, посмотри, что приобрела жена фараона, госпожа Асия бинт Музахим Она одна из женщин рая, несмотря на то, что была женой одного из самых неверующих и грешных людей на земле О, Аллах! Вот если бы все люди знали, что гордиться своим положением или богатством своих предков неуместно И что истинная гордость должна быть связана с чем-то реальным, настоящим, что приносит нам счастье в этой дунье и ахире Как, например, гордость тем, что мы мусульмане, которые поклоняются одному Аллаху Молодец, сын А сейчас Умар Мактуб ждет тебя в гостиной Мактуб? Да-да, давай, иди к нему Он ждет тебя уже два часа Ты так давно не приходил ко мне, что я сам решил прийти к гости Извини меня, Мактуб Просто учеба началась И я постоянно занят своими уроками Извинение принято, друг Не подумай ничего плохого Но я слышал, о чем ты говорил с твоим отцом Я не подслушивал специально Но он оставил дверь открытой И до меня дошла ваша беседа И что ты думаешь о том, что мы говорили, Мактуб? Конечно же, тот человек, о котором ты рассказал, совершил огромную ошибку И твой отец прав в каждом сказанном тебе слове Я же расскажу тебе историю про хвастовство, которое похоже на то, что ты сегодня видел Да, конечно, расскажи Хорошо От Убэя и Бенкаба, да будет доволен им Аллах Передается, что он сказал Во времена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Два человека начали перечислять свои родословные Один из них сказал Я такой-то, сын такого-то А кто ты, да не будет у тебя матери Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Во времена Мусы, мир ему, два человека перечисляли свои родословные Один из них сказал Я сын такого-то и такого-то И так он перечислял до девятого колена А потом сказал А кто ты, да не будет у тебя матери Тот сказал Я такой-то, сын такого-то и сын Ислама Тогда Аллах внушил Мусе, чтобы он сказал этим двоим, которые перечисляли свои родословные Что касается тебя, о тот, который перечислил свою родословную до девятого колена Которые попали в огонь То ты будешь десятым из них в огне А что касается тебя, о тот, который перечислил свою родословную только до двоих, которые в раю То ты будешь третьим из них в раю А сейчас скажи мне, что ты для себя взял из этой истории? Эта история показывает, насколько опасно гордиться перед людьми своим благородным происхождением Также в ней можно найти указания на то, что нам нужно жить как братья Проявлять милосердие друг к другу Относиться с любовью, не укоряя друг друга Но скажи мне, Мактуб, что тот человек имел в виду, когда говорил Да не будет у тебя матери Это такое выражение Оно означает Я считаю, что ты заслуживаешь проклятий о том, чтобы ты потерял свою мать Да избавит нас, Аллах, от подобного высокомерия Амин Мактуб и его друзья Почему ты сегодня такая задумчивая, Азиза? Что с тобой? Расскажи мне, в чем дело? С моей подругой и ее мужем произошла одна удивительная история Она меня поразила А что случилось, тетя? Расскажи нам, мне так интересно Хорошо, я расскажу тебе, Сара У меня есть подруга, которая работала прислугой у одной семьи И ее муж работал водителем там же Они очень хорошо относились друг к другу, как муж и жена И также они хорошо относились к семье, в которой работали И вот недавно та семья внезапно и без предупреждения решила переехать за границу И муж с женой одновременно потеряли работу, хотя они совсем не были к этому готовы Муж каждый день выходил из дома в поисках работы, но возвращался домой с пустыми руками А моя подруга каждый день делала дуа, обращаясь к Аллаху в молитвах, в поясном и земном поклонах И вот вчера случилось нечто удивительное, что изменило их жизнь В тот момент, когда муж выходил из дома, прямо перед домом заглохла чья-то машина Муж принялся ее чинить, и между ним и владельцем машины завязался разговор В результате владелец машины попросил мужа моей подруги работать на него И предложил ему зарплату в три раза больше, чем та, которая у него была Когда же он зашел к своей жене, чтобы обрадовать ее такой новостью Она не выразила никакого удивления и сказала «Я знала, что Аллах ответит на мое дуа» Он спросил ее «А о чем ты просила в дуа?» И она ответила «Я просила Аллаха наделить нас в разы большим, чем то, о чем мы мечтаем» Прекрасная история, тетя Азиза Я сейчас же пойду к Мактубу и выиграю с этой историей спор Что ты имеешь в виду, Сара? Он всегда говорит, что в нашем мире не происходит таких историй, похожих на которые не было бы на его страницах Однажды я бросила ему вызов и заявила, что расскажу ему что-то, что не похоже ни на одну из записанных в нем историй Я уверена, что на его страницах нет историй, похожих на ту, что произошла с подругой тетей Азизы Так что я пойду к нему, расскажу эту историю и выиграю спор Хорошо, Сара, иди к нему, может быть, ты и выиграешь До свидания, увидимся за обедом История на самом деле прекрасная Я выиграла спор Кто тебе это сказал? Ты сказал, что это прекрасная история Да, я это сказал, но я не говорил, что на моих страницах нет похожей истории Что? У тебя есть похожая история? Мои страницы переполнены всевозможными историями Хорошо, если ты говоришь правду, расскажи мне эту историю Расскажу От Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что он сказал Одного человека постигла нужда, и он отправился в пустыню Его жена обратилась в дуа О Аллах, надели нас тем, с чего мы сможем сделать хлеб Когда человек вернулся домой, он увидел, что миска переполнена тестом В печи что-то печется, а ручная мельница мелит муку Он спросил, откуда это? И жена ответила, это удел от Аллаха И человек собрал муку возле мельницы Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Если бы он оставил мельницу в покое, она бы молола до судного дня А сейчас скажи мне, что ты взяла для себя из этой истории? Обращение к Аллаху избавляет от печали И Всевышний Аллах наделяет своих рабов уделом по причинам и без причин И он наищедрейший из всех щедрых Ты получила какую-то другую пользу? Да, я увидела, какой сильный эффект оказывает Дуа, изменяя к лучшему положение людей Молодец! А сейчас скажи, ты проиграла спор? К сожалению, да Обе истории достаточно сильно похожи Но обязательно наступит день, когда я одержу победу в споре с тобой, Мактуб И все вот это самодовольство, которое я вижу на твоем лице, сойдет на нет Я готов принять вызов в любое время А сейчас твое время закончилось, Сара Бувай! Ассаляму алейкум варахматуллах, мактуб Ваалейкум ассаляму варахматуллахи вабаракатах Макту, макту, валасдика Макту, макту